Исходя из порядка выдачи льготных проездных документов, утвержденного Советом Министров ЛНР, с 16 мая 2016 года льготный проезд в пригородных и городских маршрутах осуществляется на основе документа единого образца. В Управлении труда и социальной защиты населения на сегодняшний день продолжается выдача проездных. Проездные документы делятся на две категории. Это 50% проезд с зеленой сеткой, там пенсионеры, получающие пенсию, до 3000 российских рублей. Их красная сетка – это категория, которая имеет право на 100% льготу. На сегодняшний момент Управление труда и социальной защиты населения выдало 5105 проездных документов. Для получения льготного проездного документа льготник должен лично обратиться в Управление труда. При себе он должен иметь фотографию 3х4, копию паспорта 1, 2, 11 страницы, копию идентификационного кода. И если это инвалид, он должен иметь копию с правки МСЭК. Выдача осуществляется в трех кабинетах. Пенсионеры. Размер пенсии до 3000 российских рублей – это второй этаж, кабинет 23А. Многодетные семьи, дети-инвалиды. Инвалиды первой и второй категории – это пятый кабинет. И чернов, ликвидаторы аварий на ЧАЭС первая категория, ликвидаторы аварий на ЧАЭС второй категории, инвалиды войны, участники боевых действий – это 6, 6 кабинет. УТССЗН также начинает перерегистрацию льготных категорий граждан, имеющих право на приобретение твердого бытового топлива на отопительный сезон 2016 года. Граждане, имеющие право на приобретение твердого бытового топлива, должны лично обратиться в кабинет номер 5 Управления труда и социальной защиты населения. При себе необходимо иметь паспорт, домовую книгу, справку о составе семьи и наличии печного отопления, счет, открытый в Государственном банке ЛНР для зачисления меры социальной поддержки. Обращаю внимание льготников на то, что те граждане, которые обращали в 2015 году и открыли счет в Государственном банке ЛНР для зачисления меры социальной поддержки, открывать новый счет не нужно. Деньги будут зачисляться на тот счет, который был открыт ранее. Категории, имеющие право на приобретение твердого бытового топлива, это ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы первой категории, чернобыльцы второй категории, многодетные семьи, а также шахтеры ликвидированных шахт. На сегодняшний момент на территории города Красный Луч находятся четыре ликвидированные шахты. Это 3-4 Меусинская, Елизаветовская, Штеровская и Запорожская. Шахтеры и пенсионеры этих шахт обеспечиваются углем в Управлении труда и социальной защиты населения. Всю интересующую информацию по социальной помощи можно узнать в Управлении труда и социальной защиты населения.